Между древними городами Курион и Аматус расположился Лимассол. Ему более четырех тысяч лет. Возвышение и рассвет его начинается в период правления на острове Кипр королевской династии Лузиньянов. Со времен крестовых походов и до начала британского правления Лимассол был небольшим городком, длиннобитные дома и население в несколько тысяч жителей. После провозглашения независимости Кипра и до наших дней утекло много воды. Ворота Европы на восток, расположенные в юго-восточном бассейне Средиземного моря, это нынешний Лимассол, город-космополит, многоязыкий, разнообразный, оживленный, благодаря тщательно продуманному плану развития, хорошему взаимодействию местных и государственных органов власти, с каждым годом он меняет свой облик. Исторический центр города. Он меняется быстро и значительно, особенно после открытия Кипрского технологического университета. То специалистами были изучены все технические аспекты возрождения центра, современные возможности их решения и сохранения его исторического лица. Центр города станет еще более комфортным, приятным и для жителей, и для гостей Лимассола. Разработанный план развития это проект общей стоимостью около 24 миллионов евро. Он предусматривает решение проблем заторов дорожного движения, реорганизацию инфраструктуры района для других видов транспорта, благоустройство площадей и в целом повышение роли свободных рекреационных зон. Содействие развитию культурного наследия и популяризации древностей. Организацию рационального и бережного использования зданий, которые являются историческими, знаковыми для городских традиций. Большое значение для города имеет благоустройство русла реки Гариллос, где расположатся красивые парки общей длиной в 5,5 километров. С осуществлением такого проекта в этом районе не будет заброшенных ошумных районов. Целенаправленно будет создаваться притягательная зона пешеходных и велосипедных дорожек, с новыми местами для отдыха и представлений, зелеными парками и площадками. Эта зона пройдет через весь Лимассол. Исторический памятник города – водонапорная башня. В скором времени она будет выглядеть выразительной благодаря ландшафтным работам, которые должны подчеркнуть культурное и эстетическое значение этого важного исторического символа. Эти работы будут способствовать и созданию в округе молодежных кафе. Хавуза, цистерна, резервуар для пресной воды – еще один памятник городской культуры. Он был недавно отреставрирован и восстановлен. Это дар городу от местного водоканала. Цистерна раньше снабжала водой часть Лимассола, а в 1996 году департаментом древности ей был присвоен статус исторического памятника. В Лимассольском районе Аеофила также планируется реконструкция исторического ядра. Она включает в себя благоустройство мест культурного досуга, тротуаров, парковок и площади вокруг приходского храма. Цель работ – модернизировать исторический центр этого крупного жилого района. В районе прежней муниципальной свалки в Агеофилоксе городские власти планируют создать большой спортивный центр с пятью площадками для занятий разными видами спорта. Визитной карточкой Лимассола является набережная – район Олимпион. Ее реконструкция – важнейшая часть работы благоустройства города. Сегодня набережная представляет собой гармоничную, непрерывную череду смены цвета, архитектурных линий и образов, разнообразных по назначению и привлекательных для посетителей мест. Купальни, кофейники, киоски, парковые островки и детские площадки, места гигиенического пользования. Важно также, что во многих местах побережье имеет специальные рампы и пандусы для спуска на воду небольших прогулочных судов. Что касается прибрежной дороги, муниципалитет в сотрудничестве с Кипрской организацией туризма планирует проведение работ по реставрации фасадов зданий, которые здесь расположены. На береговой линии города до недавнего времени находился стадион ГСО, стадион спортивного клуба Олимпия. Это старейшее спортивное объединение Кипра. Основанное в 1892 году, оно играло важную роль в спортивной жизни страны. Под его эгидой проходили легкоатлетические состязания, росли чемпионы. В мае 2009 года завершилась реконструкция старого стадиона. Она обошлась Кипрской организацией спорта в 3,5 миллиона евро. Сейчас этот открытый стадион приспособлен не только для проведения спортивных, но и культурных мероприятий для отдыха. Он получил и новое название – спортивно-оздоровительный центр «Фетидио». Кроме того, с Кипрской телекоммуникационной компанией «СИТА» и агентством по финансированию согласовано строительство моста через прибрежную дорогу. Она теперь соединит центр «Фетидио» с пляжем Олимпия. Прибрежный многофункциональный парк, когда-то искусственно сделанную насыпь, в Лимассоле называют молом. Это продолжение пляжа Олимпион от городского центра к старому порту. Насыпь была сделана в 1972-73 годах в попытке отвоевать у моря узкую прибрежную полосу и защитить от морских волн береговые постройки. Муниципалитет Лимассола трижды проводил международные скульптурные конкурсы-выставки. Лучшие работы позволили создать на набережной парк современной скульптуры, где горожане могут прогуляться, поиграть с детьми на детских площадках, отдохнуть в зеленых скверах. Реконструкция мола началась в конце 2010 года. Завершить ее предполагается в конце 2012-го. Работы объемом около 18 миллионов евро финансируются Европейским Союзом. В плане обновления набережной не столько расширение и модернизация системы освещения, но прежде всего создание таких микрозон, которые были бы привлекательны для семейного отдыха, для индивидуальных тренировок и здоровительных прогулок. Обновление всего Лимассольского побережья завершится реализацией планов по реконструкции Старого порта и далее на запад строительством яхтенной стоянки «Марины» вплоть до нового порта Лимассола. Строительство Старого порта Лимассола началось в 1954 году и завершено было через два года. Он предназначался для рыбацких лодок, катеров, яхт. Реконструкция района Старого порта, как ожидается, изменит существующее положение вещей. Отношения города и моря станут полнее, разнообразнее, интереснее. Рядом со Старой гаванью Лимассола с мая 2010 года развернут еще один проект. Это грандиозный план строительства Лимассольской марины. Ее инвестиционный портфель составляет 350 миллионов евро, а реализация плана радикально изменит внешность прибрежного Лимассола. Город станет привлекательным местом для развития на Кипре парусного спорта. Возрастет роль этого туристического направления в экономике острова. Места для швартовки более 650 судов. Жилые коммерческие сооружения, места для отдыха и культурных мероприятий. Все это предусматривает план развития Лимассольской марины. Она должна стать наиболее значительной мариной в Средиземном море и одной из лучших в мире. Учитывая все природные и ландшафтные особенности прибрежных районов, авторы этой инноваторской работы поставили задачу изменить внешний вид Лимассола. Панорамные виды, неповторимый стиль создают идеальное сочетание высокого качества и элегантности, комфорта и удобства, как для любого индивида, так и для общественных нужд и потребностей. Марина Лимассола уже осенью 2012 года будет готова принять первые суда. Срок завершения проекта – конец 2014 года. Что касается территории между Старой Гаванью и новым портом Лимассола, муниципалитет объявил конкурс на лучший проект по его реконструкции и благоустройству. Используя творческие дизайнерские решения, муниципалитет Лимассола предлагает создать в этой старой промышленной зоне новый городской центр. Планируется использование бывших заводских комплексов и строительство центра симпозиумов, выставок, конференций. Порт Лимассола. Он с 1974 года, сразу после турецкого вторжения на остров и захвата порта Фомагусты, стал выполнять роль главных морских ворот Кипра. Учитывая современные тенденции развития морского транспорта и портовой индустрии, параметры новых судов-контейнеровозов, а также с целью увеличения мощности, повышения конкурентоспособности Кипра, Государственное портовое управление решило модернизировать порт. Теперь он будет принимать морские лайнеры третьего и четвертого поколений. Проект частично финансируется из средств соответствующего фонда развития Евросоюза. Ожидается, что его стоимость составит 39 миллионов евро. Важной частью этого инфраструктурного проекта является строительство нового пассажирского сектора. Он должен быть готов к эксплуатации в середине 2012 года. Одновременно продолжается совершенствование инфраструктуры всего Лимассола. Укладка асфальта, строительство соединительных дорог, расширение дорожного полотна, установка новых дорожных знаков и организация новых парковок. В жилой зоне Лимассола муниципалитетом создано более 200 парков, скверов и зеленых зон. Важное значение для города имеют работы по благоустройству Туркокепрского района, строительство тротуаров, оборудование площадей, создание парков, озеленение скверов, организация парковок, а также модернизация футбольного стадиона. Лимассол является первопроходцем среди других городов Кипра по социальной работе. Функционируют два центра для взрослых и в планах создания третьего. Обращающимся сюда людям предлагают в частности участие в различных программах, которые помогают полноценному отдыху и общению. В Туркокепрском районе есть межобщинный многоцелевой центр социальной помощи, который работает под эгидой службы социальной помощи муниципалитета. Целью его является всеобъемлющая помощь в решении тех проблем, с которыми сталкивается в повседневной жизни местное население. Одним из подразделений этой организации является детский сад имени Антония и Инну Хаджи Павлу, в который принимают детей из семей с низкими доходами. Для поддержки работающих женщин осуществляется программа «Свободные руки», которая освобождает занятых на производстве женщин от забот по уходу за детьми. Осуществляя комплекс программ через домовые советы, Совет по делам молодежи и ученические советы, городские власти стремятся к более активному участию молодежи и всех горожан в местном самоуправлении. Лимассольский муниципалитет прилагает значительные усилия для улучшения жилищных условий горожан, для жителей старых муниципальных домов строятся новые. Делается это в сотрудничестве с Кипрской организацией земельного развития. Параллельно будет организован общественный супермаркет, который разместится в здании, где раньше находился детский сад Святого Иоанна. Таким образом будут реализованы усилия муниципалитета по оказанию помощи семьям, которые испытывают финансовые проблемы. Лимассоль является первопроходцем в сфере городской культурной жизни. Муниципальный театр танца, действующий с 2006 года под художественным руководством известного танцора и хореографа Ламброса Ламбру, призван помочь талантливым учащимся, которые хотели бы связать свою жизнь с искусством танца и стать профессиональными исполнителями. Муниципальные художественные мастерские работают при финансовой поддержке Министерства образования и культуры. По вечерам в них проводятся занятия по искусству для детей всех возрастов и для взрослых. С 1986 года в Лимассоле существует театр Подтихио. Он внес и вносит большой вклад в культурную жизнь города. После полной реконструкции здания и особенно сцены, общая стоимость работ составит 5 миллионов евро, оно будет одним из лучших на Кипре. Культурный центр имени Пануса Солома Нидиса разместит в своих залах Кипрский музей театра и музей карнавала. Хорошо известная резиденция главы областной администрации расположена в северо-западной части городского парка. Здесь разместится исторический архив, музей и исследовательский центр. Старые городские склады. Они находятся теперь в историческом центре города. После реставрации в них разместится муниципальный художественный центр, сохраняя прежнее историческое название, склады Пападакиса. Многое делается в городе для культурного развития. Хотя бы кратко упомянем и о других важных программах, проектах, планах. Проводится реконструкция городской публичной библиотеки. Она будет полностью оснащена компьютерным оборудованием. Будет реконструировано молодежное общежитие, расширятся возможности для проведения в нем культурной и социальной работы. Ремонтируется и переоборудуется в музей рыболовецкое судно «Лампуза». В нем будет развернута экспозиция о морской истории города. Упомянем и о проекте обновления Лимассольской муниципальной галереи, в которой находятся более 700 произведений кипрского изобразительного искусства. Обновление коснется и Муниципального музея народного творчества, в котором среди прочих экспонатов находится одна из лучших коллекций традиционных греческих жилеток. Особой заботой города является Муниципальная музыкальная консерватория «Пападакио», первой в Лимассоле-центре обучения игре на струнных инструментах и на фортепиано. Многое делается для создания детского хора и для проведения разнообразных культурных мероприятий и представлений. Первым в их длинной череде следует назвать фестиваль вина. В 2011 году он проходит в 50-й раз, предлагая и местным жителям, и гостям не только развлечения, но и возможность познакомиться с винодельческими традициями нашей страны. Невозможно не упомянуть и о городском карнавале, традиция проведения которого родилась более ста лет назад. Это праздник и развлечение для всех возрастов. Города, как и все живое, меняются, растут, развиваются. От самого своего сердца, от исторического центра Лимассол развивается во все стороны света, меняя свой облик. Город Лимассол вступает в новую жизнь. Музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»